Немножечко о политике. 40 дней я провел в лесу почти без связи, без продуктов, без магазинов, в тишине, спокойствии, в размышлениях. И, конечно же, я вошел уже в такое другое состояние, в которое трудно войти в нормальной жизни, в обычной жизни, даже за выходные, даже за какие-то праздники, трудно войти. Это нужно много дней, это нужно, наверное, больше недели, чтобы постепенно входить, 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 и войти в такое состояние, когда мозг не растащен по мелким всяким делам, не загружено много мелких фактов. Он видит главное. И вот я сейчас в цивилизации, сейчас я буду в больнице, Эрштайн психушки, так сказать. Ну, конечно, за несколько дней я себя уже вывел из этого состояния, своего такого прекрасного, хотя физически очень тяжелого. Ну, духовно, наоборот, я сейчас подавлен, уставший от смартфона, от всяких разных там уже навалившихся дел, забот и так далее, информации. Ну, информации я раньше был любитель послушать, например, латынину, там, Недиктова, Сеха Москвы. Сейчас я закачал, и я их даже не слушаю. Так вот, поперекручивал эти записи, которые вот за 40 дней накопились, я даже не слушал. Раньше было интересно, это была моя пища для ума, а сейчас это как-то, ну, мелко, как-то все мелко. Вот. Ну, и твиттер, в твиттер захожу, и он как бы меня отталкивает, этот твиттер. Как-то я даже поудалял там многие ресурсы такие несерьезные, и меня все так подмывает, подначивает мне остаться, оставить только ресурсы, которые чисто информационные. Вот, например, случилось то-то, то-то, вот важное, случилось то-то, то-то, без всяких там оценок, без юмора этого девотского, надоело просто. Вот. Ну, и о Путине, вот, самое главное. Хм. Как все я воспринимаю? Ну, вот только сейчас мысль пришла, вот у моржей, да, вот у них есть там один самец, вот он имеет всех самок, а все остальные десяток, там, два десятка, там, молодых, они, они, так сказать, живут всю жизнь, вот живут, старятся они без самочек, вот так вот, и они даже могут и ни разу в жизни, и, так сказать, не быть близко подпущенными к смыслу жизни, к их нему животному, смыслу жизни. Вот. Вот так же эти путинисты, они просто захватили власть любыми средствами, преступными, неприступными, просто захватили власть. Это надо понимать. Это не какое там ненародное, там, вот это вот там, накопилось, и народ родил там из себе своей среды там кого-то, вот постепенно. Нет, просто захватили и все, потому что это происходило очень быстро. Вот. И, конечно же, на них работали, на них работало столько много кряклов, что они создали виртуальную реальность, в которой Путин, он и умный там, и молодой, и там, и желает России самого лучшего, там, и все такое. Нет, нет. Россия тут вообще, как бы, только с той точки зрения, как бы, окучить, окучить, так сказать, выжать там, поиметь, поиметь. Вот. Так вот, недавно я посмотрел видео на Ютубе, где Путин заявляет, что зачем нам такой мир, где не будет России, намекая, что тогда можно уничтожить весь мир, если там не будет России. Ну, так вот, ведь для... хочется немножечко пояснить, что тут никакой России не имеется в виду и близко, потому что, что такое Россия? Россия – это слишком большое понятие, слишком долгое во времени, слишком большое по массе людей и так далее, чтобы им вообще можно было оперировать. любое государство, которое попытается захватить Россию, ну, даже гипотетически предположить, захватили там Россию те же пиндосы, да, или захватили Россию, да, кто угодно, французы, немцы, кто только не пытался, да, захватить Россию. И что? Ну, американцы там победили Японию, Филиппины, там, ну, куча стран, с десяток стран они победили. Нету никакого смысла, нету им никакого смысла туда переселять своих американцев и куда-то девать местных жителей. Нету никакого там смысла. Это просто как бы энергетически невыгодно. В природе все должно энергетически быть обоснованным. Так вот, то, о чем говорит Путин, это химера, это вранье. Вот. Так вот, кто такие, кто такая, что такое власть в России и что такое политика в России? Во-первых, в России никакой политики не существует. Наверное, самая последняя политика умерла вместе с Немцовым. Он единственный, наверное, единственный, кто осмеливался осознанно говорить, что Путин это, так сказать, ничтожество. Вот. То есть, он был не системный оппозиционер. Кто такой системный оппозиционер? Это который будет что угодно, какие только угодно оппозиционные штучки вытворять, но он на самом деле работает на своего хозяина, на своих хозяев, на власть. Ну, это россияне, наверное, уже поняли в связи с Югановым, с Явлинским, да с кем угодно, кого угодно взять. Вот даже те Винни, диктов на их Москве, Тальбатс, Влад Пинина, все они, они набирают такой потенциал, они, значит, критикуют Путина, власть, они этих баранов к себе, к себе. Бараны, идите ко мне, я вам правду скажу. Я знаю, куда нам баранам кинуться, вот. И когда приходит, но когда наступает момент решающий, когда кто-нибудь из них может реально вот свалить эту власть, они этого не делают. Они этих баранов, направляют туда, куда надо власти. Потому что они накопили авторитет среди этих баранов. И они ведут это стадо, значит, туда, куда надо. Но для того, чтобы это понимать, это, во-первых, ну, это нужно время, это нужно годы, чтобы над этим наблюдать. И это нужно, нужна способность признавать факты. И признавать их, и распознавать их правильно, смотреть правду в лицо. Вот как, например, здесь в Европе или в Австрии вот мне поставили психиатрический диагноз паранойя. Вот так они уверенно поставили. Вот там даже этот профессор, что участвовал, целый месяц меня держали психушки, что даже меня сайт travel.org, ну, этот, сейчас он невротурист.club, ну, первый, сайт номер один, туристический, в Украине, он даже меня заблокировал как потенциального такого психа, ну, зачем же психам участвовать на форуме, да. А в России сайт ббст-реск.ру, он меня заблокировал, потому что я, так сказать, антипутинист, это раз, а они это основали тем, что я якобы лечился в психушке, у меня даже есть группа инвалидности, вот, что всему миру, так сказать, известно, у меня там на proiz.ru автор вас, у нас даже отчеты психиатру опубликованы, вот, ну, никто у меня их не требовал, я сам их писал, и сам их публиковал, вот. То есть, и мне даже самому вот казалось какие-то моменты в Австрии, что, может быть, я правда параноик, потом нет-нет, дай-ка я вот, у меня же все записано, я вот, что-то случится, я в твиттере пишу, что-то случится, я вот диктофон запускаю, да, вот, вот у меня факты просто, вот есть какие-то факты, которые, ну, можно бы было интерпретировать, если бы они не были факты, но они факты, нельзя, нельзя там сильно уж, так сказать, интерпретировать так, наоборот, как бы, из черного в белое, из белого в черное превращать, то есть, это не факты, и вот я смотрю на эти факты, и говорю, нет, я же помню, как мой градусник показывал температуру 42.8, да, 42.8, но это же смертельная температура, я в палатке, когда был рядом с Поттенхофеном в Австрии, на границе, смотрю на этот градусник, как, не знаю, кто, ну, не могу сообразить, это что вообще за температура такая, вот, ну, уже мозги как бы плохо работали, но я смотрю на 42.8, но я там могу распознать 42.8, я даже записал 42.8, сижу и думаю, я несколько минут думаю, это что, смертельная температура, что ли? ну, два, да, нормально, аж 36.6, потом 37 идет, там, 1.2, там, вот, это критическое, кстати, не очень, 37.5, самая дурная температура, вот, когда организм уже не борется, но у него есть воспаление, потом, значит, идет 38, Я досчитал до 41, потом вспомнил, 41 вроде. 40 у меня было, я в теннис играл студентом. 42 вроде как уже граница. Ну я же, блин, 42,8, это же я... Почему? Это же я умираю. Я зрение терял там все. И мне эти все... А меня доктор Хорст Винтер в Австрии, в Грац, в спихушке спрашивают. А откуда вы знаете, что у вас была температура 42,8? Да елки-палки, дорогой человек. Ну ты же сообрази, если я с такой точностью говорю температуру, значит прибор какой-то мне мерил. У меня градусник был. А почему, вот вы полиции сказали температуру, а почему полиция должна была вам поверить? Дорогой мой человек, если я полиции, значит говорю температуру, я же ей показывал градусник свой, я же при ней измерял температуру. Ну и он мне множество приводил, так сказать, оправданий вот этого диагноза паранойя. И я их опровергал, опровергал, опровергал. В итоге ему надоело, и он мне там уже перестал. Я не знаю, что там, так сказать, ему там полиция понаписала. То есть я всего не смог опровергнуть, мне просто не дали всего, всего опровергнуть. Так вот, нужно смотреть каждому мелкому факту в глаза и правильно его интерпретировать, как он есть. Некоторые вещи интерпретировать не приходится. Они как бы жизнеустановлены. Допустим, вот был геноцид евреев, там вот Гитлером, да, был там геноцид армян в Азербайджане, были еврейские погромы в России. То есть есть факты, их можно пытаться интерпретировать. Например, та же фрау Страхлхофре, меня, в рогбарх, андерлавница, она меня изнасиловала, морально и физически. Ну, в русском языке слово изнасиловала от слова насилие. А вот рейп по-английски это только сексуальное насилие. Но это не сексуальное насилие, она изнасиловала меня, так сказать, морально. Тем, что обкурила, улыбалась, говорила, дурак там, псих там на меня. Вот. И я, так как женщина пьющая алкоголь, много дымящая, ну, я так сказать, мы не можем на Кавказе с такими женщинами вообще и близко дело иметь, я ушел по этому. И вот это преступление или не преступление спросил меня здесь психиатр. То, что она вот так поступила. Точнее, не она спросила, а я ей сказал. Ну, да, ну так, мы рассуждали. Я говорю, ну, это как хотите, понимаете. Если вы хотите быть точными, в той же Библии пражской, я называю, пражка 1517-19 годов, там во введении, по-моему, к исходу написано, что ищи праведных от праведных. Даже неправедных людей мало, а ты среди праведных найди еще самого праведного. И вот на него ориентируйся. Кто такой праведный человек? Тот, кто не интерпретирует, вот дым-сюдым, не лукавит. Тот, кто вот как есть одно, второе, как есть все, как есть, вот по цепочке выстраивает, он доходит до вывода, до правильного вывода. Потому что можно все извратить, абсолютно все извратить. Любимое слово Георгия Жукова, кстати, извратить. Очень хорошее слово, вращать. Излукавить, как угодно назовите. И вот, если четко установить, что, допустим, фраут Старахлхофер меня изнасиловала, совершила уголовное преступление, то ей надо дать по башке, а меня просто переместить в другое жилье. А по башке дали мне, поставили мне диагноз паранойя. Ну, там еще полиция меня изолировала от врачей 42,8. Там же можно было бы докопаться, что я не врал, что я измерил температуру. Я же людям, многим показывал эту температуру. Ну, там она уже понижалась со временем. Ну, много свидетелей, их никто не опросили, ни одного свидетеля. Это что же можно было установить? Так я о чем? Если смотреть, так сказать, на правду, правде в лицо на этих путинистов, да вы почитайте про Сталина. Есть же переписка Сталина со многими своими соратниками. Есть же рассекреченные пленумы, всякие там и ЦК КПСС, и заседания по Литбюро. Ну, Путин и Сталин, это все, в принципе, одно и то же. Это люди, просто на все захватившие власть, усевшиеся на какую-либо идеологию, любую. Сталин уселся на идеологию коммунистическую. Из Ленина сделал он святого, Ленин тоже, так сказать, был никакой не святой. Это был... Ну, что я буду объяснять? Зайдите в интернет. Вот. Ну, кстати, это кто такие? Это террористы, которые держат нож у горла России, которые держат палец на красной кнопке. Вот они просто захватили все это, и они террористы. Больше ничего нет. И мир понял, кто они такие. И вот Россия сейчас подобно безумевшему, так сказать, существу, в душу которого вселились эти пути, нестезали, залезла эта глиста в мозг России и угрожает уничтожением этой России. Зачем, значит, весь мир? Мы Россию уничтожим. Вот назло всем, понимаешь? Вот. Их надо срочно всех изолировать. Вот в такие учреждения, в которых я нахожусь, я, кстати, удостоверяю, что здесь они сильно не пострадают. И пусть они здесь пишут мемуары со следователями. Очень нужно. Очень. И пусть они, ради бога, будут здоровы, живут до 100 лет. Они очень нужны следователям. Очень нужны для отчетности. Продолжение следует...